Всем здорова, пандос на связи. До выхода FIFA 21 осталось совсем немного, а точнее 20 дней. Ну и естественно, из года в год перед этим прыжком в неизбежность мы пробуем новую PES-ку. Ровно год назад, примерно в таких же числах, я делал обзор на PS 2020. Сегодня мы будем тестить геймплей про Evolution Soccer 2020. И вообще у нас очень тяжелые отношения с этой игрой. Сначала мне понравилось, потом не нравилось, потом снова понравилось. И вот такой круговорот у нас был. Ну и в этом году у японцев проснулась совесть вместо канадцев. И они вместо того, чтобы старую игру просто называть новыми цифрами, решили честно сказать, что это апдейт сезона. И игра стоила все лишь 2000. Я бы хотел сказать eSports присмотритесь к этой тактике, но все это мы знаем, что это не работает. Ладно, так или иначе, запускаем. Если что, я себя крайне херово чувствую с тех пор, как я приехал из Турции. Никак выздороветь не могу. Сопли, горло, вообще полная катастрофа. Я бы не записывал этот видос, но, как вы сами знаете, актуальность видоса не хочется терять. Поэтому поставьте лайк, если вам понравится этот видос. И поддержите комментарии. Ну и вообще, за последние месяцы я записал 4 видоса, которые так или иначе могли выйти на моем канале, но не выходили по тем или иным причинам. Так, ну что мы видим? Видим Криштиану Роналду, который просто на тупо синем фоне стоит. Ну, не знаю, как по мне, это выглядит очень дешево. Из года в год мы видим очень безвкусную менюшку. Ну, реально, ну, у вас есть бабки, чтобы купить Криштиану Роналду. Но при этом у вас нет денег, чтобы, блядь, нанять себе нормального, блядь, дизайнера. Меня так от этой хуйни бомбит, вы не представляете. Ну и перед тем, как мы продолжим, напомню о своих спонсорах, компании OneX. На сайте OneX вы найдете множество спортивных дисциплин, где вы можете заработать баблица. Все это вы можете найти в закрепленном комментарии или же перейдя по моему QR-коду. Ну и также не забывайте про мой промокод PANDOS, который даст вам бонус на старте. Ну, и вот, как это понимать? Рывок Р1, удар квадрат. Рывок Р2, удар нолик. Но при этом все, у меня третий вариант. Я бегаю на Р2 и бью квадратом. Понятно, классическая хуйня. Да, блядь, ну вы издеваетесь, что ли? Ну, из года в год у них какие-то проблемы на старте с серверами. Я не знаю, что это за хуйня. Я не могу войти в сеть. Я вообще не понимаю, как же на отебись они относятся к своему продукту. Вот мы говорим про eSports, там, то, что у них сервера хуёвые. Ну, блядь, ну третий год подряд Konami лажают именно вот со стартом своей игры. Третий год подряд. Возможно, и четвёртый. Я точно уже не помню. Я, блядь, и так с таким трудом, блядь, заставил себя сесть и записывать этот видеоролик. А по итогу, блядь, сосибол. Прошло около полутора часов. Я, наконец-таки, смог запустить эту игру. И что мы видим? Так, тут нужно выбрать клуб, который станет шаблоном моей команды. Пусть это будут химки. Берём Фишера. Я помню его ещё с прошлой части про Evolution Soccer. Блядь, ну, это так удручает, что ты смотришь и видишь всё то же самое, что и в прошлом году. Типа у FIFA хотя бы там дизайн меняется. Карточки, там, менюшки. А тут это вообще, блядь. В Песке кросс бегает на 70. А в FIFA там на 50 с чем-то. Забавно, что у Трента из Pro Evolution рейтинг абсолютно такой же, как и в FIFA. Но по статам он покруче. У него Pace 83, Pace 91. Так, ну я возьму Мбапе в аренду. Давайте подписываем профессиональный контракт. Ну, я как понимаю, это мой текущий клуб. Куча бомжей. Вперёд. Да, да, я всё это знаю. Как, блядь, мне вот этого всё скипнуть? Я всё знаю, блядь. Ну, я не первый день играю в эту игру, ёбанарот. О, боже, блядь. Эта игра меня заебёт. Почему нельзя сказать, типа, я профессионал, блядь. Отъебитесь от меня. Интересно, анимация паков изменилась. Давайте на это хотя бы посмотрим. Блядь, нет, то же самое. То же самое. Они действительно сделали просто апгрейд. Добавили новых игроков, лиги там, т.д. и т.п. Так, это что у нас? Это Уолкаут Лео Месси. 94 рейтинг. Итак, ребята, Месси принял. Очень важный шаг в своей жизни. Он решил перейти в ФК Химки. Так, какие-то монеточки мне тут подогнали. Я, кстати, купил Манчестер Юнайтед Эдишн. Как вы можете заметить, мне тут форму дали. Вау, красиво-то как. Так, здесь вы можете посмотреть на икон, которые есть в Pro Evolution Soccer. Я не знаю, новые это или нет. Но вроде вот Бекенбауэр новые. Так, ещё одна легенда. Румен... Блядь, я не буду коверкать фамилию. Наверняка это был какой-то великий футболист, судя по тому, что у него скорость 93. Так, Райкард, блядь. Как же убога эта фотка выглядит. Блядь, ну, посмотрите. Блядь, ебучий дизайнер из Пес. Сделайте с собой что-нибудь, я вас молю. Ну вот увидев Райкард, блядь, себя вот в игре, он обрадуется вот такой картинке. Блядь, его как будто двухлетний ребёнок, блядь, на картонке вырезал, блядь. И просто... Ох, кошмар какой. Так, пуйоль. Кстати, в Песке-то он побыстрее бегает. У него тут скорость 78. Наката всеми любимый. Индзаги. Всё, это все кумиры, которых я могу сейчас поймать. Иконик момент. Смотрим, кто же это будет. Я как понимаю, это игрок не в аренду. Не в аренду игрок, поэтому поймать бы чего-нибудь. Классненько. Так, кто же это? Кто же это? Непонятно. Иниесто, что ли? Или нет? Или да? А нет, это Робарто Карлос. Ну, не знаю. 90 рейтинг. Так, у меня есть ещё одна попытка. Лол. Просто два кумира подряд мне дают Konami. Ну, тут как бы да. Всем знаем, что по-болжески раздают игроков. Не то, что FIFA. Будем надеяться, что второй игрок будет немного поинтереснее. Опять же, Робарто Карлос. Это неплохо. Ну, хотелось бы кого-то вот так. Вот так. Это кто? Это теперь Иниесто, да? Или нет? Это Наката, боже. А что они все одним жестом пользуются? Типа, алё, это ограбление? Или что? Что это за жест такой? Страшный сон любого игрока FIFA. Поймать в гарантии Накату. Но для начала, наверное, неплохо. Ну и, собственно, гарантированный кумир за предзаказ Manchester United Edition. Дэвид Бекхэм. Там, интересно, какой рейтинг у него тут будет? 94. Чуваки, я провел в игре вот там буквально 10 минут, и у меня уже есть три топовые иконы в моменте. Да, это забавно. Ну и, как вы можете заметить, Pesco мне подарила 3200 монет. Собственно, потратим их на что-нибудь дельное. Опять же, я ничего не донатил. Я просто зашел в игру, и, видимо, за лояльность к этой игре, за то, что я там несколько лет покупаю эту игру, мне дали эти, собственно, монеты. И, опять же, представьте себе такое в реалиях FIFA. Это ж с ума сойти. Вы заходите в игру, и вам и ашники дарят FIFA поинты. Так, Manolas, вот вам и первый топовый центральный защитник, которого я ловлю. Бля, ну я, опять же, очень сильно надеюсь, что хотя бы к PlayStation 5 японцы пересмотрят свое отношение к дизайну своей игры. Потому что смотреть на это просто убого. Так, Эмрэджан, который все еще в Вивентусе. Так, доброе утро. Линда Лёв, у которого татухи даже есть. Фига себе, они заморочились. Так, я еще вратаря ни разу не открывал. Давайте кипера поймаем. А кто вообще лучший игрок из голкиперов облак? Да, Алисон, Нойер, Терштеген. Ну, распределение примерно такое же, как и, собственно, FIFA. Периодически складывается впечатление, что именно от FIFA японцы отталкиваются и делают рейтинги. Так, собственно, узнаем, какой голкипер у нас будет. И сразу падает один из самых топовых голкиперов. Это Тибак Куртуа. Так, это Сауль, 87. Ребята, вот это интересный склад у меня нарисовывается. А за что Саулю такой огромный рейтинг дали? Итак, по итогу вот такой вот состав мы себе собрали. Собственно, сейчас пойдем в дивизионы и проверим, на что способен этот склад. Я, наверное, бэкхам поставлю на Цапника. Хочется его удары затестить. Так, надеюсь, соперника я все же себе найду. О, так, сегодня у нас соперник. Пойдет, пойдет. На любую связь согласен. Паша, Минск, Бавария против Ложков. Интересно, сейчас УБА нас ждет. Так, не понял. У него тупо Бавария? А так можно было? Я ничего не понял, блядь, сейчас. Это что за прикол? У чувака просто собранная Бавария. Во-первых, тут как бы нет трансферного рынка все еще, так понимаю. А во-вторых, как он взял просто команду? Бля, я нихуя не понимаю. Ребята, объясните в комментариях, что это за прикол такой? Ну да, у него просто тупо Бавария вся. Блядь, секунда. Что, давайте смотреть и щупать, изменилось ли что-то в этой игре. Скажу честно, я давненько не играл в Пес и, наверное, сразу не ощущу все прелести, так скажем, этой игры. Так, ну... Радугу так же легко делать, как и в прошлой части. Три раза на кнопку R3 нажать. Давайте заценим переводики наши. Хорошо, Дэвид Бэкхэм. Сейчас будет великий удар Дэвида Бэкхэма. Ну, является. Так, ну вот первое ощущение. Я вот сейчас играю в Пес, куда она у нее не играла. Я как будто по какому-то говну бегаю. Все что-то заносятся, топчутся как-то странно. Ой-ой-ой, что это за анимация? Возможно, это связано с тем, что я болею. Сейчас для меня все как-то мутно выглядит. Так, нихуя себе. Вот это ты, блядь, атаку интересен. Блядь, ты, конечно, приколистов еще, да. Тупо, фу, бавали меня сейчас выносить чувствую, будешь. Так, этот чувак, видимо, знает, что делать. Да, видимо... Блядь, ну это было бы очень смешно. Блядь, да что у меня с правым флангом? Почему все так идеально проходит? Видимо, я на ПЗ забыл игрока какого-то поставить. Так, Ливандовский, но это гол. Скорее всего. А, нет. У меня Куртуа на воротах, прошу заметить. Так, он на Ливандовский вешает. Ой-ой-ой, Куртуа. Так, Дэвид. Блядь, это пасы Бэкхама 99. Вы серьезно, блядь? Не, ну когда просто, блядь, Бэкхам в центре поля не может отдать один точный пас с своими 99 статами, это, конечно, смешно. Так, вот моя первая атака, ребята. Наката, хуярь! О, боже, это что за волк? Что-то такое страшное. Я не знаю, будет ли это разовый ролик на моем канале по песке или же нет. Все зависит исключительно от вас. Я по лайкам и комментариям пойму, нужно ли вам это вообще. Там 1020 меня убедят в том, что может еще одну часть записать. Не знаю, посмотрим. Прям ссори, что такой унылый сегодня. Опять же, повторюсь, что я крайне хуё себя чувствую, но контент не ждет, поэтому приходится вот в таком состоянии записывать. Я куда-то спешу все время, я сейчас постараюсь немного аккуратненько вот так вот играть. Да, да, да. Вот, я вот прочувствовал немножко игру. Я, опять же, пытаюсь в темпе... Блядь, ну вот что с пасами? Почему так плохо пасы даются? Так, Сауль, на Дэвида Бэкхама. С подкруткой, ну-ка. Ой-ой-ой. А вот это был хороший удар. Это было похоже на Дэвида Бэкхама. Все, 0-0. Не самый результативный матч, так скажем. Охуенно. Блядь, защита сыграла просто великолепно. И благо у меня есть на воротах Куртуа, который вытащил этот мяч. Так, вот. Что-то похожее на атаку получается. Но у меня, блядь, ссанэ мяч отбирает в центре поля. И все, блядь. Я не могу играть. Я не могу играть в эту игру. Это очень сложно. Особенно учитывая, что это, блядь, просто фулл сыгранная Бавария, которая, хуй пойми, откуда у моего соперника взялась. Я до сих пор понятия не имею, как он это сделал. На МПП. МПП удар. О боже, какой же плохой удар. Ну, видимо, да, он увидел Нойера в флешбеке. Поймал и обосрался. Но опять же, вот я играю сейчас. И какой-то там разницы между ПСК прошлогодней и текущей я вообще не чувствую. Я примерно помню, да, как она игралась. Хоть я давно не играл. Вот, когда запускаешь новую FIFA, ты там сразу чувствуешь разницу, что поменялось где-то что-то. Управление так или иначе никогда не бывает ежегодно одним и тем же. Про дизайн, анимацию я там про это все молчу вообще. Да даже если относиться к этому как к патчу, могли бы хоть какие-то изменения, блядь, сделать. Хорошо, Куртуа снова тащит. Да, у меня есть крутые игроки, но у него прям на каждую позицию эти самые крутые игроки. Блядь, у меня с пасами какая-то дикая хуйня, блядь. Ну, вы сами видите, я не могу два паса, блядь, связать. Почему так сложно в этой игре отдать этот ебучий пас? Блядь, вы посмотрите какой отскок. Мяч к нему на ногу идет и, блядь, просто как от дерева отскакивает. Боже, отскакиваю и я тоже вместе с этим мечом. Надо успокоиться. Что-то я ною много, мне не так хуево. Блядь, ну посмотрите на эти отскоки великолепные. Блядь, ну... Как мне плохо. Мне и так плохо эта игра меня решила добить. Ну, вы видели, какой отскок сейчас на ногу полетел к нему. Ну, блядь, это классическая фифа, блядь. Шило на мыло просто. Я понимаю, да, что в этой игре я должен был проиграть, но как я пропустил этот гол, это просто смех. Блядь, еще и тянет время. Ну, ты серьезно, блядь. Ну, ты приколист, что ли? Блядь, ну... Ебать, первый же соперник, блядь. И он, блядь, тянет время на 89-й минуте. Ну что, ребята, вот такие вот первые впечатления по песке 21 у меня получается. Добавить список заблокированных соперников. Все, иди в пизду, отлетай, блядь. Заблокированный соперник. Опять же, пишите свои впечатления в комментариях, если хотите продолжение 20 тысяч лайков, меня убедят в этом. Ну и, в общем-то, все, ребята. Опять же, это не обзор, это не какой-то вердикт на эту игру, это всего лишь первые впечатления. Поэтому заранее не делайте выводов о том, что игра мне не понравилась, и я ее вот хуй сосил только потому, что проиграл какому-то опытному сопернику. Все, всем спасибо за внимание, всем хорошее настроение, а я пошел лечиться дальше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова